Добрый вечер, дорогие друзья! Немцы попробуют делать выбивание, однако позиция у Херойков намного лучше. При этом Юги контролирует у нас поджим со спины. Со спины никого у нас не будет. Немцы будут выбивать через девятку и пристройку. Ну и вот как раз таки выбивание начинается. Джуик замечает плент. Ника на будке. Криджей тем временем ловит моди. Ника съел Криджей, ловил хэдшот по Вальде. Нет диффузов. Время работает сейчас на команду Херойка. Они врываются на плент и возможно получится в таком команде Моу Спортс. Но нет, на девятке был один датский боец. И имя у него или никнейм, как хотите, Снэпи. Снэпи как раз таки сделал самый важный килл. И раунд уходит в копилку команды Херойк. Лол, конечно, выживает. Здесь под конец два килла с собой забрал. Но это все, что он смог сделать в первом раунде. Ну что ж, моди покупает Мактен. Себе уже будет гангстером здесь у нас. И скаутка от Крис Джея. Кстати говоря. Узишки на четыре калаша. Бай хорошего команды Херойк. Тем временем Крис Джей играет со скаутом. Ну, наверное, по стандарту на улице. Больше позиций здесь для данной винтовочки нет. Хотя иногда на рампах используют этот девайс. Кстати, Крис Джей попал один раз. И еще и хэдшот повесил по Нико. Поэтому, наверное, максимум он из этой ситуации выжил. А теперь остается лову спиди Оскару с Деннисом поработать. Ну, пока что около улицы ребята обретаются втроем из команды Херойк. Здесь спиди около рампы стоит, проверяет, уходит в вилку уже. Проверил, не будет ли кого-то со стороны террористов на Биплент. Никто не заходил через секрет. Пока там никого не будет. Довольно медленно разыгрывается пока что команда героек. Времени, в принципе, у них валом. И вот как раз-таки начинают просматривать рампу. А там уже никого не будет. Спиди поджимает тем временем тупики. Там тоже никого нет у террористов. Террористы вышли налево-лево. Моди чекают всевозможные позиции. 50 секунд до конца этого раунда. Спалились Херойки. Идут дальше под девятку. Неужели будут лезть наверх? Нет, все-таки решили спуститься вниз на рампы. Ну, а тут спиди. Спиди играет в аквариум. И, кстати, интересно, так лег смог. Спиди ничего не видит. Еще один смог. Бомбу можно ставить. При этом все игроки команды Маус Спорта стянулись на нижний плент. Но из-за смоков немцы по большому счету сделать ничего не могут. И позиция занята игроками команды Херойк. Но выбивание все-таки от Маус Спорта у нас последует. Снэпи наказывает Оскара. Погибает сразу Спиди. Ловулу удается сделать все-таки минус. Но это 2 в 3. Возможно, есть смысл уйти на сейв. Деннис здесь все-таки убил одного, но не справляется с другим. Вальде моментально работает по нему. Ловул остается один. Пытается что-то сделать с пистолетом. Тяжело против двоих работать. С Токсика по нему также стреляют. С Темки по нему также стреляют. Ну, умирает, естественно. Здесь господин Ловул. 2-0. Дорогие друзья, в пользу команды Героик. Херойк, прошу прощения. Берут этот раунд. Ну, на самом деле, и Героик на самом деле тоже можно говорить. Потому что все-таки наверняка название связано с героями. Да, поэтому в любом случае это допустимо, скорее всего. Но, может быть, есть в чате у нас знатоки датского языка, которые скажут, есть ли такое вообще слово у нас в Дании. Крижей снова взял у нас скаут. Чекает улицу. Ловит несколько флешек. При этом в этот раз террористы подготовились. Они опрокинули смог один, смог второй. И, по большому счету, немцы могут думать, что это выход на шифтах через смоки на нижний этаж. Но выход в другом направлении. Спиди спалил казино на рампах. Уходит вниз. И постарается сейчас принимать оппонентов из Юспика. Но пистолет не самый благоприятный. Особенно против УЗИшек. И вторых арморов по этому спиди моментально погибает. И, по большому счету, Крижей может сохранять свой скаут. Хотя, с другой стороны, скаут реализовать в следующем раунде будет так же тяжело. Бомба устанавливается. Еще один раунд в копилку датчан. Ну, более того, Крижей прошелся по моде. Моди, в принципе, выжил из-за того, что это была скаутка. Отходит Крижей назад. Видимо, будет сохранять то, что ему дорого. Около своего респауна. Ну что ж, 0-3 действительно может быть. Кстати говоря, Крижей все-таки кого-нибудь здесь настреляет. Кто будет выходить. Соответственно, под девяткой кто будет выходить. Но вряд ли в эту сторону кто-либо вообще побежит из команды террористов. Ну и Крижей на КТ-спауне. Сейвит скаут. Интересно, как он его применит в следующем раунде. Потому что если снова положат смоки на улицы героики, тогда могут проходить. И Крижей, по большому счету, ничего не сделает. Остается со своей снайперской винтовкой. Все остальные ребята с команды Моуспорт берут у Эмпехи, Эммочки. Вторые арморы плюс раскидки. Но у команды из Дании все значительно лучше. Напоминаю, что героики в последнее время себя по аналогии с командой Hellraiser тоже показывают. Только с лучшей стороны. Помним мы данных парней на Intel X Remastered в Катовице. Чемпионат, который прошел уже где-то месяц назад. Но до сих пор героики остаются в памяти. Из-за того, что как раз-таки на карте D-Nuke они выбили... Виктус Про, прошу прощения за такую задержку. Спиди тем временем с Деннисом остаются в 2 на 3. Довольно быстрый раунд от героик. Выходили они на точку А. И добились своей главной цели. Они оценили абсолютно всех. Но при этом Спиди остается все-таки 1 на 1 против Моди. Но у Моди есть преимущество. Он знает информацию по Спиди. Правда, ХП-27 подбирает бомбу. Ну, наверное, стопроцентный вариант это... Откинуть вот такой вот коктейль Молотова и уйти просто на нижний этаж, поставить там плент. Вряд ли Спиди догадается, что именно так будет действовать у нас Моди. Моди падает вниз, ставит бомбу. А Спиди, кстати, подумал о том, что, наверное, бомба все-таки на нижнем этаже. Ну, смотрим. 1 на 1 Моди против Спиди. В Спиди через вилку он начинает заходить. Будет ли просматривать темку снизу, пока что этого не делает. Вот, да, посмотрел, даже дважды развернулся. Не видит своего противника на данный момент. Но Моди на самом деле может здесь его встретить. Слышит Моди. Но Дефьюза же время идет и Спиди может... А, нет. Нет, без Дефьюзов, прошу прощения. Ошибся. Без Дефьюзов не вариант. Рисковал на Спиди. Ну, в принципе, в принципе, ситуация могла сложиться благоприятно для Спиди, потому что Моди все-таки имел мало ХП и Моди мог рисковать. Часто игроки, которые имеют там 10, 15, 20 ХП или меньше, не выходят, сидят до конца, потому что рискуют. Ибо знают, у них ХП нет, буквально один патрон, значит, риск оправдан. Но тут Моди все-таки решил выйти через вентиляцию и там на шестой или седьмой секунде забрал оппонента. Были бы Дефьюзы, да, Спиди бы, наверное, с легкостью раздефил. Но покупали немцы во втором раунде, форсили, соответственно, денег было в боевом не очень много. Герои решили выйти у нас на нижний этаж через улицу. Снэпи вместе с Джуги делают 2 кила, Спиди и Оскар погибают. Тем временем Моди занял очень такую сейвовую позицию на террорском респауне. В итоге прикрывают всевозможную аркаду, но там уже, наверное, никого у защиты не будет. Бомба устанавливается, Юги еще один килл, Крис Жей погибает, но Ловл с Деннисом могут смело снова уходить на сейв своих пистолетов. И уже 5 раундов датчане взяли за атаку на карте Денюк. Это очень много. Деннис остается за головами сидеть около рампы. Здесь очень быстрый забег через смоки, через секрет, соответственно, оформили себе героики. Судя по всему, не то, чтобы очень сильно ожидали этого Мау Спортс. По улице, да, пытались что-то деглами там стрелять, но не все получилось, да и почти ничего не получилось, кстати говоря. Моджуги в итоге 2 килла, Снэпи забирает еще один. Это те самые 3 килла, которые здесь есть. 0-5, дорогие друзья, 0-5. Аргентина и Майка, 0-5. Херойки уходят у нас в тупики. Бомба взрывается. И 2 человека команды Мау Спортс тоже сохраняют оружие. Пистолеты в данном случае на рампах. Ну, Деннис первый армор сохранил. Он потратил всего 350 долларов для того, чтобы докупить каску. Хотя и без нее, конечно же, можно играть. Вообще, каска решает, особенно в CS GO, крайне редко. Ну, в частности, когда против тебя пистолеты. А когда ты уверен, что против тебя АК-47, каску, в принципе, можно не покупать. Но, с другой стороны, нюк, наверное, одна из самых прошиваемых карт. Потому что здесь и верхний этаж можно прошить. И какие-нибудь там будки тоже нашить. Поэтому, в принципе, как раз-таки на нюке, может быть, и стоит всегда пытаться брать второй армор. Херойки начинают этот раунд с того, что играют медленно. Кстати, интересная подсадка у нас на улице. Часто знают они, что улицу любят поджимать Таллиная команда. И как раз-таки против такого поджима сейчас была эта подсадка. Спиди! Такое ощущение, как будто он четко видел своего оппонента. Хотя у нас на экранах лежал Смог. Но Спиди сделал килл и Моди погибает. Это преимущество одного игрока у команды Мау Спортс. Однако, моментально Джуги это преимущество нивелировал. Пока что на Айп-Ленте остаются ребята из команды Мау Спортс. Спиди находится на рампе сейчас, просматривая выход со стороны террористов. Начинает уходить под вилку уже. Не уйдет ли назад? Нет, назад он уже не вернется. Крис Джей имеет, опять же, АВП. Здесь Ловел убивает своего противника. Это был Нико. Джуги проходится моментально по Ловелу. Деннис отвечает на Снэпи. Вальдер справляется с Деннисом. Крис Джей также отвечает на Вальдер. Один Джуги. Бомба у него, конечно же, на руках. Но сейчас он стрельнул. Судя по всему, Спиди это должен был слышать. Поднимается на винтах. И здесь своего противника Джуги бы поймал, если бы, наверное, не поменял бы на Аку свою бомбу. Поэтому упустил этот момент Джуги. Бомбу уже не ставит, потому что страшно это делать. Новенькую Аку? Ту самую? Ее до сих пор выпускают? Ту самую, ту самую. Джуги у нас с АК-47-мым откидывает коктейль Молотова в вентиляцию. Ставит плент 7356508. Вот такой его код. Запомните, друзья. Он нам пригодится в будущем, когда игроки защиты будут как раз-таки разминировать плент. И вот теперь я вам задаю вопрос. Какие были цифры? Какие были цифры? Ну, Крис Джей помнит их на память. Поэтому все хорошо. Первый раунд для команды Мау Спортс. Да, пока что только лишь первый. Геройки для себя действительно хорошо начали. Ну что ж, и будут, естественно, будут от них девайсы, потому что денег валом просто очень-очень-очень много. Джуги задумался, что конкретно брать ему. Но я думаю, он решит этот вопрос. Хорошо, героики по счету играют. 7-4-7-4 у Снайпи Джуги. Отличная работа от них. Ну и, соответственно, оружейный у обоих команд. Ну, посмотрим, чем это закончится. Посмотрим. Деннис пока что отвечает за улицу. Там у нас Ника прыгает, смотрит ангар. Тем временем рядом играет Оскар. У них Эмки. Ситуация 5 в 5. Контролирует карту, естественно, пока что Мау Спортс. У них позиции куда более выгодные. Но героики раскидывают стандартные гранаты на улице. И, возможно, пройдут вниз. Хотя нет, это снова фейк. Откидали Смаки. Уходят в десятку. И будут атаковать или Плент А, или Плент Б. Но мы видели, как на рампы они уже выходили. Поэтому, наверное, выбирают все-таки снова лево-лево. Спиди здесь в вентиляции находится. Пока что будет ждать оппонента, который бы падал с Эйплента. Но пока никто оттуда падать не будет. Кстати, на кредитке Деннис здесь ждет своего момента. Кто бы побежал на Эмейн. Но никто на Эмейн тоже не побежит. И, может быть, Моди примет своего противника. Но Крис Джей расправляется с Моди. Джуги отвечает моментально по Крис Джею. 4 в 4. Коктейль Молотова хороший подловал. А тот горит. Не находит себе места. В итоге выходит на улицу. Но забирает Вальде. Ника делает, наконец-таки, размин. Ситуация 2 в 3. Джуги и Ника на бомбе. 35 секунд до конца. Ника ловит Денниса, который решил просто подставиться на улице. Загулять. Ну и Херойки зашли на девяточку. Спиди тоже умирает. На ровном месте немцы просто отдаются. Ника падает у нас на плент. Оскару не удалось забрать красного Ника. И Ника ловит Оскара на пристройки. Это шестой. Не расконтролил. Просто не расконтролил. М4-1С сейчас. Оскар стрелял-стрелял. Не получилось. Пауза ставится. Это пауза для команды Маус Спортс. На данный момент. Да. В этот раз не получилось. Ну, тут тактическая, я думаю, пауза. Нужно обсуждать. Они уже отдали, ну, очень много раундов. Это Нюк. Это сильная сторона в случае Маус Спортс. И в итоге они летят. Летят очень печально. Ну, немцы, хоть и в рейтинге ESL Pro League находятся на топовых местах. Но все равно совсем, ну, как не недавно уже, месяц назад лишились Ника, своего ключевого фрак-лидера. И в итоге восполнить эту брешь, конечно же, никто не может. Тут нужен просто, ну, там, не знаю. Мало, мало игроков уровня Николиния в мире. Поэтому, естественно, без Ника команде Маус Спортс каждым разом все тяжелее и тяжелее. Да. Полмиллиона за Нико Ковача, это, конечно, здорово. И у Маусов действительно hard times, как говорится. Сложные, сложные проблемы сейчас в жизни. Но и при этом героики, опять же, как Арсений здесь заметил, в последнее время отыгрывают очень даже и хорошо. И нас на самом деле радуют. Ну что ж, пауза все еще не отжимается. Все еще общаются ребята из команды Маус Спортс. И, видимо, дообщались с учетом того, что Денис покупает Кевлар себе и М4А4. Решили, что они будут делать. Решили, какие девайсы будут брать. Купили эмки. Кто-то берет Сезехи, кто-то берет Дезерты. Решили волевым раундом сейчас закончить ребят из команды Маус Спортс. А может быть, наоборот, начать. Извините. И не знаю. На них, с одной стороны, можно играть с подобными девайсами. С другой стороны, когда ты с эмками ничего не можешь предпринять. Наверное, и с пистолетами не стоит рисковать. Но посмотрим. Может быть, получится. Денис довольно интересную позицию занимает нас на улице. Если рискнут у нас Терры проходить через верхние этажи и через низ как раз-таки на девятку, так называемую, Денис, скорее всего, будет делать минусы. Но при этом там врыв на десятку. И с этим всем справляется Снэпи. В итоге Денис хоть и сделал один минус, но сразу же эту позицию перекрывают остальные игроки команды Хероик. Седьмой для Датчан и команда Маус Спортс вынуждена делать полностью экономический раунд. Денег совершенно нет. По 2000 у ребят, по 2300, 2500 ловла единственного. Но тоже ничего не решает. Скорее всего, восьмой для героиков. Снэпи так и остается с Мактеном своим. Так и будет отыгрывать гангстера на сегодняшнем Денюке. Ну и четыре Калашникова, соответственно, со вторыми Араморами и с раскидками есть у команды Героек. Все супер хорошо на самом деле. Все супер хорошо. Все супер хорошо. И команда Маус Спортс сейчас рискует проиграть первую половину. По аналогии с матчем Hellraiser с Навина. Инферно со счетом 13-2 или 41, как как раз-таки в случае с Нави закончилась. Но, может быть, на второй карте покажут. Пока что Нюк явно у них неподготовленная карта. И на Нюке ничего не получается. Восьмой для команды Героек. Вообще, датская школа на карте Денюк сейчас демонстрирует очень хороший уровень. У нас что Астралиш, что Норс. И, как мы видим, команда Героек играет карту за Нюк очень сильно. И против Датчан здесь мало кто может что-либо предложить. Но, может быть, мышки проснутся. Может быть, возьмут свои 5-6 и тогда за террористов тоже покажут какую-то игру. Через двери начинается выход. И Оскар с ловолом наконец-таки принимает этот выход. Отличный развал от команды Маус Спортс. Остается Снэпи 1-4. Пытается кого-то в смоке разглядеть. Но слишком все задымлено. И Снэпи ничего не видит. Погибает Снэпи. Это второй для Маус Спортс. И 5 остается до конца первой половины. Да, как-то все через скрип вместе пошли. И вместе также умерли. Потому что со всех сторон был Кроссфайр. Буквально как на мясокомбинат пришли ребята. Ну, опять же, первую половину абсолютно однозначно. Здесь выиграли Героек. Но вопрос состоит в том, сколько смогли бы и смогли бы вообще отыграть сейчас Маус Спортс, соответственно, со своей стороны. Ну, посмотрим. У них теперь все для этого имеется. У них вторые арморы. У них много гранат. И, в принципе, уже какая-то база знаний о команде Хероек. Что самое важное, наверное, да, имеется. И, соответственно, исходя из этой базы, можно как-то подстроиться. Но не идет по стрельбе у Оскара. Моментально Ника ловит своего оппонента. Хероек действует довольно быстро у нас через длинный. А, кстати, дальше не проходит. На Аквариум не идут, не рискуют. Там очень интересная позиция у нас. Стандартная у Спиди. И отсюда многие игроки защиты делают огромное количество киллов. И как раз-таки сюда немцы не пошли. Они решили перегруппироваться. Они выходят снова на улицу. Заходят на пристройку. Идут на точку А. Лоул моментально падает. Бомба устанавливается. И ситуация снова печальная для команды Маус Порс. Джуги ловят Денниса. Крис Жей и Месси Спиди могут опять думать о том, чтобы сохранить свои девайсы. Но не получается у Крис Жея это сделать. Вальдемар встречает его. Оформляет легкую версию головы своему противнику. Бездыханно падает его тело. Спиди, правда, отвечает по Вальдемару. Берет, опять же, Аку. Голубую, березовую. Бело-березовую, точнее, если бы точно. Но это точно девятый. И Спиди здесь еще, по-моему, потопал. Пару раз, да, его слышат. Да-да-да, его слышат уже ребята. Может быть, вместе будут набегать на него. Но он их будет встречать. Но у него ничего не получается. 2-9. Бомба взорвалась. Но прошлый раунд у нас почти в сухую. Немцы брали. Поэтому у них 3,5-4. Может быть, с подобной экономикой что-то получится. Посмотрим. Дезерт Игл от Денниса. Дезерт Игл от Оскара. Второй армор от Оскара. Даже вот Спиди решил купить Зевса. Не знаю, где он... Ну, в принципе, можно, конечно, найти позицию. Но сверху на девятке. Хотя, наверное, куда-то в будку побежит. Или над дверью встанет. Вот там как раз-таки можно реализовать этот девайс. Ну, решил все-таки сыграть вообще в длине. Джуги тем временем ловят Денниса. Ситуация 4-5. Херойки пока никуда не идут. Не высовываются. И просто контролируют карту. Ника уже заметил в будке Оскара. Сейчас через лобби его расстреливают. Оскар теряет половину своего ХП. Снайпер справляется с Криджеем. Оскар отходит назад. Теряет еще большую часть своего ХП. У него остается... Ну, еще немножко, имеется в виду. У него остается 11 в итоге. Спиди так со своим Зевсом здесь и ждет. Противника вряд ли, на самом деле, дождется. Оскар чуть-чуть не сгорает до самого конца на Курах. Но садится около E-Plant, а около них забирается в итоге. Да, в итоге забирается на Куры. Ну, что здесь можно сказать? С пистолетами тяжело, конечно, против героиков что-то сделать. Геройки играют буквально на выбивание своих оппонентов. И сейчас будут, наверное, забегать на E-Plant. Возможно. И что здесь предпримет Оскар, вопрос открытый. 3 на 5. Второй армор от Оскара. Ловала со Спиди Юспики. Херойки заходят у нас на Plant-A. Моментально Оскар падает. Разворот на 180. Джуги в второй раз демонстрирует свои навыки, играя с АВП. И этот парень, ну, как по мне, я уже говорил это в одной из трансляций, является чуть ли не самым быстрорастущим игроком на про-уровне. Действительно радует болельщиков, радует глаз Джуги. И постоянно отличается буквально в каждой катке. Три раунда. Ровно столько остается до конца первой половины. Ну и полная доминация команды Херойок. Немцы уже не знают, что им предпринять. Потому что и паузу ставили, и общались. И все равно ничего не получается. Ну а Херойки стоят, халдят. И со временем снова сделают какую-то свою тактику. Да, Якоб Хансен в последнее время действительно достаточно хорош. Наверное, не стоит полмиллиона, как Ника Ковыч. Но и так неплохо, пожалуй. Ну, спиди здесь на рампе, перестрелки около Айплэнта, через ту же будку, опять же, Деннис убивает Снэпи. Ну, пока что, в принципе, неплохие укрепления. Что там, что там, уже пять в четыре остается команда героик. Надо с этим, конечно, что-то делать, но ребята не торопятся. Херойки у нас откидывают пока что банки. В будке стоят, ждут. Пойдут, наверное, на спиди как раз-таки. Спиди здесь занял дефолтную позицию. И хоть и делает один минус, но все-таки умирать на рампах нежелательно. Желательно делать килл и всегда спускаться вниз. Или все-таки спускаться вниз даже без скилла. Но умирать там точно не стоит. Ника, кстати, с тиммейтами решили уйти назад в будку. И, возможно, это решение будет довольно интересным и неожиданным. Ника разваливает одну голову, вторую голову. Ловел остается один в два. И вентиляции попытается затащить. Из вентиляции попытается затащить еще этот раунд. Играет на шефте. Спалился, кстати, по-моему. Но, конечно, забирает Ника и забирает второго. Вот тут Джуги почему-то не ожидал. И сыграл не очень хорошо. Третий для немцев. Ну что ж, ловел неплохо раскалачировал здесь. В итоге вытаскивает действительно третий для Маус Спортс. И, правда, как-то не получилось его убить. Потому что он топнул, по-моему, три раза. Ну, два точно. То есть на подъеме, по-моему, с вентиляцией топнул разок. И потом еще посередине планета топнул разок. Но одно дело топать, а второе дело людей убивать. Поэтому третий. Хотя картина, конечно, очень-очень грустная для Маус Спортс. Грустная, потому что один лишь игрок выживал. И если сейчас Херойки берут одиннадцатый, двенадцатый им достается в подарок. Ибо у команды Маус Спортс будет полторы-две тысячи долларов. Ну, в принципе, на Нюке с такими девайсами раунды можно взять. Но, с другой стороны, Маус Спортс показывает ужасный диффенс. Поэтому ожидать от них чего-то хорошего пока что не стоит. Крижей чекает с ВП пока улицу. Херойки раскидывают снова здесь огромное количество банок. Но при этом Деннис, в отличие от прошлых раундов, решил поджать. И дает инфу, что все-таки улица чистая. На улицу никто не идет, потому что никто не топает. При этом Деннис решил поджать. Фокусировка команды Маус Спортс полнейшая должна быть на планете А и на планете Б. Деннис при этом поджал и забрал Снэпи. Снэпи хоть и чекал, по-моему, эту точку, но все-таки не переселивает своего оппонента. Херойки в меньшинстве. И, может быть, немцы выйдут все-таки на пять раундов в первой половине. Ловел может здесь будку принимать. Но не спешат эти геройки через будку сейчас. Мози, правда, просматривает из лобби, конечно, этот выход. Но, опять же, не спешат, ребята, это делать. На скале Ника здесь задерживается. Просматривает улицу. Никого там сейчас точно не найдет. Деннис, правда, близко, но за углом. Ну что ж. И, кстати говоря, на рампе Спиде ждет также своих оппонентов, сидя прямо на парапете. Очень медленно играют геройки в этом раунде. Деннис жмет, забирает Вальде. Топит дальше. В пристройке погибает все-таки Деннис. Оскар с неверением своим пехой. Оскар. Бомба выпала. Ситуация 1-4. И у Моди шансов немного. 20 секунд. Шансов практически нет. Окружили его с тех сторон и Моди погибает. Последний раунд. Первая половина у вас на экранах. Полная доминация команды Хероик. Но все-таки под конец немцы немножко выровняли счет. И, может быть, еще нам покажут хороший приемлемый уровень игры. Все зависит от взятой пистолетки. Но пока что последний. 4 калаша, ВП от Джуги. И хороший бай, естественно, у Мау Спортс. Один трофейный Калашников Оскар себе забрал в этом раунде. Ну, в любом случае. Закидывает дверь, кстати говоря. Оскар неплохо. Там Джуги очень сильно подгорает на 60%. Процентов ХП и более чем 60%. Отходит уже ослепленный назад, но выживает. При этом, может быть, кого-нибудь с ВП встретит. Также еще выстрелы из будки со стороны лобби, соответственно, летят. Но никого Моди в итоге не простреливает. Не получается. Ловл пока что с тиммейтами обороняет. Это Аплэнт. В принципе, 3 человека у команды Мау Спортс эту точку смотрят. Выйти сюда будет практически нереально. Ну и Хероики раскидывают улицу. Пойдут через длину, скорее всего, на нижний этаж. И как раз-таки эту позицию Хероик, извините, Мау Спортс особо и не просматривает. Спиди погибает. Оскар падает у нас в тупики. И вот он, звездный час. Оскара настал или нет? Нет, Снэпи моментально приговорил своего оппонента. Минус Деннис. Ловл Крис Жей. 2 в 4. Ну, пытаются, ребят, сейчас работать. Ловл все еще бежит. Не может помочь своему союзнику. Крис Жей пытается по дверям работать. Но тяжело, естественно, с АВП это делать. Смотрит там, смотрит. В аквариуме забирает своего оппонента. Еще одного оппонента забирает. Но его Вальда приговаривает моментально. Ловл проходится по Вальде. Остается Моди против Ловла. Очень-очень битого. 1 в 1. И у Моди нет на руках бомбы. Моди в итоге забирает нас Ловла. И счет становится 11-4. Дорогие зрители, героики берут все-таки последний раунд. Ну и, как обычно, ждем, пока матч начнется. И команде Мауспорт, конечно же, нужно брать пистолетный раунд. Потому что без пистолетки здесь терять нечего. Да, с проигранным... Да, в принципе, терять-то есть чего. Да, делать действительно нечего. С проигранным пистолетным раундом, что тут у нас будет получаться? Минимум 13, а то и 14 для героиков, наверное. Поэтому очень-очень прохладная история. Команды пока что будут разогреваться. Интересно все-таки посмотреть, что придумают на сетюсайде ребята из команды Мауспортс. Ну, счет не очень хороший, конечно, в их пользу. Если бы 5-6, может быть, было бы тогда еще ладно. Но 4 из 4 вытаскивается. Да и на нюке это очень тяжело. Это просто безумно тяжело. И команда героик, по большому счету, в нескольких шагах от победы. Хотя, все-таки, если пистолетный уйдет, может быть, немцы поборются. Хотя, мне кажется, даже если пистолетный уйдет, героики возьмут какой-нибудь форс. Там, 2-й, 3-й, 4-й форс. И все равно игру в свое русло, опять-таки, перевернут и затащат. Ну, нюк, еще раз хочу сказать. Это все-таки карта датская. У нас и астралис, и норсы очень здорово играют на нюке. Ну, и героики не отступают. Тем более, на Intel X Remastered я уже говорил, обыграли не кого-то там, а все-таки команду Virtus.pro. Ну, следующая карта Cobblestone. Там-то, может быть, немцам удастся что-либо еще предпринять. Потому что, все-таки, и, наверное, больше баланса на Cobble, и опыта у немцев, естественно, намного больше на Cobblestone. Потому что, я честно, Mouseports на нюке пару раз буквально видел, пару раз. У героик здесь опыта значительно больше. А вот на Cobblestone и те, и другие играли много, поэтому там, наверное, даже у мышек, может быть, шансы имеются. Да, не хватает Virtus.pro здесь против героиков, конечно. Но не в этот раз, уж точно не в этот раз, дорогие друзья. Поэтому, Mouseports приходится очень сильно отдуваться, конечно, за то, что вся датская сцена, наверное, каждый вечер по телефону друг с другом созванивается и разрабатывает новые тактики под денюк. Все еще разогреваются команды на данный момент. Ну, очень, очень тяжело, конечно. Сложно, сложно пока что предположить без первого пистолетного раунда. Может быть, сейчас призапустит или все-таки еще разогрев? Нет, все-таки еще разогрев будет. Да, я думаю, что буквально несколько секунд осталось. У нас все-таки уже минутку-полторы бегают, ребят, поэтому я не думаю, что реклама более двух-трех минут у нас на официальном канале ESL, поэтому команды должны быть уже готовы, но они разыгрываются, готовы должны быть как раз-таки комментаторы. И матч продолжится. Карта Денюк, вторая половина, Mouseports против команды Heroic. Напоминаем, что немцы проиграли очень сильно. Хэдшотки вешают на разыгровке из дезерта. Не знаю, поможет ли ему этот пистолет, этот навык, да, сейчас во второй половине, но пока что все очень плохо. Они за слабую сторону должны тащить обязательно пистолетный раунд, что, само собой, уже тяжело сделать. Но если не сделают, тогда проиграют, наверное, 16, там, 4, 5, 6 максимум. Если все-таки затащат пистолетный раунд, тогда все равно проиграют, но раундов 10-12 возьмут. Да, довольно грустная история получается для Mouseports на Денюк в любом случае. Действительно, пожалуй, Cobblestone был бы здесь гораздо интереснее. Посмотрим, посмотрим, поглядим. Ну что ж, и все еще команды разогревают. Смотри, реклама идет и идет. Про какие-нибудь AMD видеокарты, наверное. О, пошли рестарты. Пистолетный раунд, друзья. 800 баксов по дефолту, как обычно. Кто-то покупает банки, кто-то берет первые арморы. Четыре, пять первых от команды Heroic. Будут аимить. Будут пытаться попадать только в голову. Ну а команда Mouseports взяла раскидку. При этом у Ловала есть один смок, а вот Спиди взял две флешки и коктейль Молотова. Интересно, что придумала команда Mouseports. Что он шифровал? Тренер команды Сергей Бижанов. Он же Ломобот. Он же бывший тренер команды Hellraiser. Немцы выходят просто на Аплэнд. Пытаются установить бомбу, при этом коктейль будет откинут на девятку. Но на девятке у нас Джуги. При этом развал от команды Heroic не перестреливает абсолютно никого, ребята, из Mouseports. Спиди остается один против пятерых. Оп, заметил только что Вальда соперника. И даже, несмотря на то, что у него два хп, вышел на стрейфике и попал четко в голову. Пистолетка в копилку команды Heroic. Ну и шансы команды Mouseports просто растаяли, как снег по весне. Уже все, да. Вальда оставался с двумя хп. И более того, вообще было такое ощущение, что он даже как-то то ли сразу, то ли не сразу заметил на скрипе своего оппонента плечика там. И при этом оппонент Вальда так и не убил. Поэтому да, да тут не то, что снег. Тут все уже, дамба прорвана. 12-4 и денег, естественно, на последующий после пистолетного раунда нет у команды Mouseports. Какие-то теки, ну диглы есть, да, Оскар Денни соответственно. Посмотрим. Смотрит в сторону скрипа Деннис. Пока что там никого не видит и никого не увидит в ближайшее время. Деннис с Диглом смотрит пока что длину. Тем временем Джуги за кондиционером играет на скауте. Смотрит как раз-таки улицу. Ну а Деннис решил посмотреть немножко на свой красивый пистолет из новой коллекции. Но поможет ли ему этот Дигл делать хэдшоты? Лоу пока что не торопится. Пытается с теком сыграть довольно аккуратно. Тем временем, возможно, Крис Жей заберет сейчас Снэпи, который играет перед дверью. Крис Жей выходит при стройке Снэпи. Снэпи все-таки погиб. Никто дверь Снэпи так и не помог принимать. Ну и уходит назад. У нас игрок атаки. А вот Спиди ошибается на улице. Ника замечает ножки Оскара. Оскара начинает нашивать. Попадает по Оскару, но тот выживает. Вальде агрессивно опять на улице. Забирает теперь Криса Джей. Тем временем, Оскар вместе с Деннисом выходит на открытый... Извините, на закрытый плент. Ну тут оба плента закрыты, извините. По аналогии с трейдом, не прокатит. Джуги и Вальде делают два минуса. Оскар и Деннис умирают. 13-4. Для Вальды квад килл. Минус 4. Здесь Вальдемар себе оформил. 13-4. Денег как не было, так и нет. 14-4, скорее всего, соответственно. Если только чудо не поможет немецкой команде Маус Спортс. Сейчас, ну, чудеса, наверное, бывают. Но бывает довольно редко. Единственная хешка, хаешка, она же у Спиди есть. Это все. Это весь раскид. Весь раскид команды Маус Спортс. Естественно, ух ты какой хэдшот. Снэпи снова погиб. Теперь раскидочка небольшая появляется. Потому что у Криса Джей появляется смог. Однако Вальде опять очень здорово играет на улице. Но бомбу немцы поставили на нижнем этаже. Ник наказывает Оскара. Спиди живет, но недолго. У Спиди в руках Глок. И, естественно, с этим пистолетом против второго армора ничего ты не сделаешь. Хотя нет, Спиди ловит Моди. Отличная работа. Ну, бомбу раздейфят Маус Спортс. Это, извините, о героике. Это 14-й раунд для датчан. Ну, и первый и, наверное, самый важный ключевой бай, в частности, для команды Маус Спортс. Проигрывая его, они отдают карту с счетом, наверное, 16-4. Да, вероятно, здесь до шести даже не добьют, если проиграют этот раунд. Потому что тогда денег не будет на следующий. А следующий был бы матчпойнтом для команды героик, если они выигрывают в четвертом раунде второй половины. У них есть все шансы, на самом деле, чтобы выиграть в этом раунде. Потому что, с другой стороны, вообще, почему бы и нет у Маус Спортс пока что на Данюке ничего не получается. Ника на точке, откидывает стандартные гранаты в будку. Там у нас находится Оскар, играется АВП. Кстати, АВП появилась у Оскара благодаря установленной бомбе. Поэтому, вот, такой небольшой фейл от команды героик приводит к тому, что у соперника появляются, во-первых, и гранаты, и, вот, в частности, АВИК. А из АВИКа можно всегда кого-то выловить. Хотя Нюк за террористов, особенно, наверное, не самая благоприятная карта именно для данного типа оружия. Моди играет один на рампах. Именно сюда, судя по всему, пойдет команда Маус Спортс. Три человека аккуратно на шифте идут на рампы. И вот вопрос, подставится ли Моди. Скорее всего, не подставится, потому что Оскар из АВП, по-моему, делал выстрелы. Он, что называется, спалился. И, соответственно, Моди убивает Оскара. И вот сейчас игрок, команда героик показывает, как надо играть на рампах. Один килл сразу вниз. В итоге преимущество сохраняется. И еще и дает информацию своим тиммейтам. Ну, а команда Маус Спортс хоть рампы и заняла, но, по большому счету, никакого преимущества не заработала. Вальде, кстати, слышит сейчас Ловела? Нет, не слышит Ловела. Ловел живет дальше на скале. Раскидка Аплента. Деннис выходит, чекает будку. Вальде, тем временем, в спине. Замечает одного, замечает второго. Ловит в спиде, играет дальше. Деннис тоже погибает. Бомба лежит. Минус вся команда Маус Спортс. Ловел сейчас на пристроечке. Это пятнадцатый для команды Хероек. Один-единственный Ловел здесь находится, около Кэтволка, со стороны террористов, соответственно. Ну, слышит своих оппонентов, но их здесь слишком много. Смотрит вообще во все стороны. Убивает в итоге Джуги. Но получает в голову моментально от Вальдемара и отваливается трипл-килл от Вальдемара. И в этом раунде, кстати говоря, 20 на 9. Господин Вальдемар здесь работает лучше, чем вообще все на обе команды. Браво, браво. Круто. Вот она. Табуляция, друзья. Вот она статистика. 23 асиста, 9 смертей. Ну, в принципе, вся команда Хероек играет очень хорошо. Моди в снайпе отстают, но при этом счет зашкаливает. Быстрая игра от команды Маус Спортс. Крис Джей так и не сумел стрелить Моди. Остается 44 хп у нас. Вальд это время решил просто пропушить улицу. Ловит одного-второго. Опять колоссальное преимущество у команды Хероек. Ну и эту карту они уже никак не отпустят. Ловл вместе с Пиди будут сражаться. Даже, может быть, раунд возьмут. Но в любом случае, тут уже ни для кого не секрет. Это победа команды Хероек. Вопрос лишь с каким счетом. Ну, скорее всего, 16-4. Наверное, уже и это не секрет. Потому что Ловл 1-4 без бомбы, стэком. Хоть и минуты времени, но разыграть почти нереально. Понимает в Моди, где находится его оппонент уже абсолютно точно. Конечно, Калашников берет. Ловл расправляется с Моди сейчас. Но, опять же, без бомбы. Бомба вообще на совсем другом конце карты. Зажимает его с другой стороны. Соответственно, возможно, кого-то Ловл пристреляет. Перестреливает. Ника неплохо. Неплохо. Ну, выходит Лобик, конечно, здесь аккуратненько будет чекать будку. Но здесь с ножом он, конечно, бегал. Его ловит. Снепи на этом. С прыжка убивает Ловл, который прыгал. Я имею в виду. 16-4, дорогие друзья. Следующая карта Кобблстоун. Не переключаемся, дорогие зрители. Продолжение следует.